Строительство школы в районе Зубаревского леса под большим вопросом, хотя по планам ее должны возвести уже к концу этого года. Об этом не раз заявляли власти. Сегодня на комиссии по благоустройству в городской думе прозвучало. Разрешения на строительство объекта нет, а рядом буквально в 150 метрах скотомогильник сибирской язвы. Обсудили депутаты и качество ремонта дорог по нацпроекту. Совещание получилось эмоциональным. Обо всем по порядку Зоя Зотова. Законно ли в Кирове строят новые школы? Речь идет про учебное заведение на проспекте Строителей 29 в микрорайоне Долгушина и в районе Зубаревского леса. Депутаты городской думы сегодня задались этим вопросом. По словам некоторых народных избранников, у двух школ проектно-сметная документация еще не прошла госэкспертизу, а соответственно разрешения на строительство нет. Вопрос к вам, как представителю администрации города. А почему мы такое позволяем? Где прокуратура? Коллеги, так это нарушение, это школы. Мало того, я считаю, что правительство федеральное должно спросить за исполнение социального проекта образования. Если взялась какая-то частная фирма, которая администрация города по каким-то причинам ей дает карт-бланш, слушайте, ну если бы у нее не было обещания, она бы не пошла в строительство. Другие депутаты обеспокоены появлением школы в районе Зубаревского леса. По словам Дениса Ирохина, учебное заведение хотят построить в 150 метрах от скотомогильника сибирской язвы. Вопросы и претензии у депутатов появились и к дорогам, которые отремонтировали по нацпроекту безопасной качественной дороги. Так спустя два года после обновления полотна появилась колея на дамбе Дымково-Макарье. Хотя представители подрядчика говорят о высоком качестве материалов и соблюдении технологий. Зачем вы постоянно объясняете какие-то нормы, какие-то правила, как вы это делаете, в какие тетрадки вы что записываете? Поверьте людям, жителям, которых вы так часто упоминаете, им вообще-то неинтересно, какие тетрадки у вас есть. Им интересно в первую очередь нормальные качественные дороги, которые не будут сходить каждую весну вместе со снегом. В очередной раз подняли и вопрос о службе эвакуации автомобилей. Она уже создана на базе ВИАТ Автодора. По словам представителей организации, у них есть все мощности для работы, а вот в ГИБДД мощностей для оперативного выезда на место и фиксации нарушения пока не хватает. Поэтому прежде чем делать такую службу и массово эвакуировать машины на штрафстоянке, нужно сделать альтернативу для автовладельцев в виде стоянок, подытожили депутаты. Зоя Зотова, Никита Луковников, Бюро новостей Давича.